В Хабаровском крае завершается прием заявок от жителей региона на бесплатное обучение в 2024 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». По правилам обучения необходимо закончить до 30 ноября, сообщает Комитет по труду и занятости населения правительства региона. В ведомстве напомнили, что федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в рамках которого организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, стартовал в марте 2021 года. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина бесплатное обучение по нацпроекту было продлено до конца 2024 года. Также был расширен перечень категорий граждан, имеющие право пройти обучение за счет средств государства. Всем желающим необходимо завершить обучение до конца ноября. В связи с этим количество доступных для бесплатного обучения программ сокращается. На сегодняшний день доступно порядка 80 программ. У граждан все еще есть возможность выбрать подходящую программу и подать заявление на обучение, рассказали в Комитете. Сейчас для обучения доступны такие программы, как 1С-программист, бухгалтерский учет, делопроизводитель, кассир, кадровое дело, специалист по социальной работе, тестировщик программных продуктов и ряд других. После обучения служба занятости также помогает в поиске подходящей работы. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, имеющие инвалидность, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы, детей и школьников, отдельные категории молодых людей до 35 лет, граждане от 50 лет и предпенсионного возраста, ветераны специальной военной операции и члены их семей, а также безработные граждане и работники, находящиеся под риском увольнения. Чтобы стать участником программы, необходимо быть зарегистрированы в службе занятости. Правом бесплатного обучения в текущем году воспользовалось 702 жителя края. Завершили обучение 169 человек. 129 из них трудоустроены и работают, рассказали в комитете. Так, безработная жительница Амурска Наталья Кузнецова в мае обратилась в Центр занятости населения за помощью в получении дополнительного образования. У нее было образование в области прикладной геодезии. Для переобучения выбрала программу специалист по управлению персоналом. В Томском государственном университете уже в августе 2024 года женщина была трудоустроена в ООО ЖБИ «Домострой» на должность специалиста по кадрам. Жительница Комсомольска-на-Амуре Валентина Литвиненко, искавшая работу, также переобучилась на специалиста по персоналу и получила диплом по дополнительной программе переподготовки кадровое дело. Сейчас работает в строительной компании. Напомним, что подать заявление на обучение можно через портал «Работа в России». Чтобы подобрать наиболее подходящую программу, после подачи заявления участники проходят профориентирование в Центрах занятости. А для гарантированного трудоустройства заключается трехсторонний договор с образовательной организацией и работодателем.